Геймеры уже давно привыкли уничтожать противника фордами, быстро и относительно безболезненно отправлять инфернальную нечисть обратно в ад, но не всем персонажам видеоигр досталась столь завидная участь. Глядя на судьбу отдельно взятых личностей, в голову невольно закрадывается мысль, смерть это не самое худшее, что может произойти с человеком. В Mortal Kombat 11 дебютировало немало интересных персонажей, но определенно самыми колоритными из них являются антагонист игры Кроника и её верный помощник Герас. И если Кронику постигла хоть и жестокая, но всё-таки быстрая кончина, то вот её верному псу повезло куда меньше. Дело в том, что Герас абсолютно бессмертный, после каждого поражения он возвращается к жизни, становясь ещё сильнее. На протяжении всей сюжетной линии Копчёный Неубивашка не единожды досаждает главным героем, вплоть до того момента, пока Казия не сводит его с богом грома Рейденом. Мудрый громовержец понимал, что даже ему не под силу окончательно аннигилировать Гераса, посему прибег хитрости. Опутал тело Бузотёра тяжеленной корабельной цепью, после чего отправил понырять в море крови, которая, по заверению искромётного шляпника, не имеет дна. Иными словами, бедолаге предстояло вечно тонуть и погружаться в беспроглядную алую пучину, и так до скончания времён. Как по мне, такая участь много хуже смерти, хотя он бесспорно это заслужил. Ну да, он как бы вернулся. Но мы-то понимаем, что это лишь игровая условность, дабы оправдать его дальнейшее наличие в ростере персонажей. Каждый раз вспоминая зомби из вселенной Half-Life, мне становится жутко. Ведь участь стать подобной тварью кажется куда менее радужной на фоне даже самого мучительного забвения. Поначалу может показаться, что хэткраб, стискивая голову жертвы, аки уютная шапочка с Алиэкспресса мгновенно убивает её, пробивая своим жалом шею и подключаясь тем самым к спинному мозгу. Но это не совсем так. Спустя полчаса тело несчастного претерпевает ужасные метаморфозы. Пальцы превращаются в длинные когти, а грудная клетка раскрывается, обнажая некое подобие гротескного ротового отверстия. После полной трансформации жертва больше не может контролировать свои действия. Но слыша звуки и даже мольбы о помощи, которые издают эти безутешные создания, складывается впечатление, что мозг их всё-таки жив и, возможно, чувствует боль, исходящую от изуродованного тела. Это своего рода темница для разума. Только представь, каково это находиться в кромешной темноте и бесконечно испытывать боль, моля лишь об одном, чтобы кто-нибудь наконец-то закончил твои мучения. Превратиться в омерзительно жуткого некроморфа – это сама по себе незавидная участь. Но, глядя на поведение столь гротескных созданий, становится понятно, что от людей в них мало что осталось. Как говорится, пациент скорее мёртв, чем жив. Чего нельзя сказать про иной подвид некроморфов, известных как стражи. Стражи представляют собой половину человеческого тела с, кхм, внутренним миром наружу, намертво сросшуюся со стеной, на которой обосновалась инопланетная зараза. Стражи неподвижные, охотятся в основном при помощи щупалец, созданных из внутренности носителя. И, казалось бы, человек не способен пережить столь масштабные повреждения, но это не так. Люди, коим была уготована судьба стать стражами, продолжают цепляться за жизнь, беспрерывно рыдая от нескончаемой боли, ужаса и агонии. Феноменальную живучесть жертве дарует пресловутая зараза симбиотической природы. Она-то и не даёт умереть беднягам, о чём они, как мне думается, мечтают больше всего на свете. У Мимир из игры God of War мягко скажем не слишком-то завидная судьба. Когда-то давным-давно Мимир был главным советником самого Одина. Тот чтил за острый ум, феноменальную память и поразительную проницательность. Но ничто не длится вечно. Однажды у старика разыгралась паранойя, и он, дав нехилого ёба, обвинил Мимира в сговоре с противными ему великанами. После чего, недолго думая, поставил его перед классическим выбором. Вилкой в глаз или в жопу раз. Башковитый Мимирка, как ты видишь, честь свою сберёг. Но вот избежать пыток, на которые обрёк его разгневанный Один, увы, не сумел. Верховный бог обездвижил квази-ренегата и лично истязал его на протяжении долгих 109 лет. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это... Это не жизнь. И я даже боюсь подумать, как далеко зашла его фантазия. Но одно знаю точно, такой участи и врагу не пожелаешь. Сейчас многие люди ноют, мол, мне нечем заняться на карантине. Ага, ага, вы скажите это Гарольду из игры Fallout 3. Этот причудливый разумный дуб некогда был человеком, но, к сожалению, подвергся действию вируса рукотворной эволюции. Помимо этого, Гарольд успел впитать в своё тело немало радиации, вследствие чего мутация вышла из-под контроля, и он превратился в омерзительную амальгацию человека, гуля и дерева. Уродец постоянно страдает, он не может двигаться и испытывает боль из-за того, что его древесная составляющая, которую он любовно прозвал Бобом, утащила часть его внутренних органов под землю. Только представь, что он чувствовал в этот момент. Бедолага просит протагониста поскорее облегчить его страдания, и ты вправе выполнить его просьбу, уничтожив при этом его сердце. Или, если ты конченый садюга, попросту подпалить его заживо. Представь себе, каково это заснуть и проснуться в чужом теле. Но не в теле шикарной тянки, являющейся популярной стримершей, а в холодном теле бездушной машины. Все твои друзья больше не существуют, близких тоже нет. А игры, которые ты планировал пройти на выходных... Ну ты понял мысль, страшно, не правда ли? Именно в такой ситуации оказался протагонист игры Сома, Саймон Джаред. Саймон был обычным добрым парнем, работал продавцом в магазине комиксов, ел вредный хавчик, играл в видеоигры, но однажды волея случая попал в автокатастрофу, которая разделила его жизнь на до и после. Парень получил травму мозга и вынужден был обратиться за экспериментальным лечением. Но стоило ему только добраться до клиники и сесть в процедурное кресло, как вдруг он обнаружил себя в механическом скафандре на подводной базе. Как он узнает позже, все города и люди на поверхности были уничтожены огромной кометой. А он уже не Саймон, а лишь копия его сознания, сделанная в той самой клинике. Оригинал же давным-давно приставился. И как по мне, уж лучше умереть, чем оказаться на его месте. Вечно один, без стимула жить дальше, даже передернуть не получится. Вот смотрю я на всю эту жесть и думаю, чего бы мне такого вкусненького и необычного попробовать? Да чтобы качество топовое было. Ну конечно же имба. Как раз сейчас самые продаваемые вкусы снова в наличии, причем со скидками до 37%. Уверен, ты в курсе, что имба – это первый в РФ СНГ крафтовый энергетический напиток в удобном формате и стильном аниме-дизайне. Имба неустанно совершенствует формулы своих напитков, благодаря чему содержание натуральных компонентов и ароматизаторов 5-8 раз выше, чем в баночных энергетиках, а в состав входят только качественные ароматизаторы из Германии. Все это вкупе делает вкус более насыщенным, приятным и напоминающим свежевыжатый сок. Кстати, долгожданные олдовые вкусы имбы вернулись в новоиспеченном стильном формате. Ребята подшаманили с формулой, и теперь для одной бодрящей порции требуется положить всего одну-полторы ложки. А в одной банке отныне аж 20 порций, а это целых 7 литров энергетика. Хватит надолго. Ну а для самых запасливых существует формат на 40 порций, то бишь 12 литров энергетика. Лови мою личную подборку вкусов. Мохито. Освежающий дуэт лайма и мяты, напоминающий всеми любимый коктейль. Манго-маракуя. Микс сладкого манго и сочного маракуя. Данный вкус пользуется огромной популярностью, и его всегда не хватает. Так что спеши, если хочешь попробовать. А банан пинаколада я успел приобрести со скидкой в 37%. Но не стоит забывать и о других вкусах, ведь каждый из них прекрасен в своем сочетании. Прямо сейчас на сайте имбы можно поймать скидки на несколько олдовых вкусов, плюс топовых новинок. Однако, имея в виду, скидки строго ограничены по времени. Так что не теряй время зря. Переходи по ссылочке в описании, закупайся любимыми вкусами, а также топовыми новинками по самой большой скидке. Раз уж я завел речь о роботах и кожанах-ублюдках, то немного поведаю тебе о печальной истории Ревенант из игры Apex Legends. Когда-то давным-давно Ревенант был лучшим наемным убийцей синдиката, но время не щадит никого. Однажды, выполняя очередное задание, его программа дала сбой, и внезапно он осознал, что более не является человеком. Хамонт, роботикс и синдикат наемников заточили его разум в темницу, сотворенной из стали и плоти. А программа, интегрированная в его мозг, всякий раз стирала его воспоминания, попутно внушая несгибаемую веру в то, что он до сих пор человек. Завязка основной сюжетной линии великолепной игры Days Gone довольно банальна. По миру распространился вирус, превращающий людей во фриков... Не, не в этих фриков. Вот в этих. Технически это зомби, только живые, зато такие же безмозглые и уродливые. По ходу сюжетной линии протагонист игры Диккенс Энджон будет вынужден вести дела с загадочным парнем по имени Убрайан, ибо только он располагает информацией о судьбе его, казалось бы, погибшей женушки. До самого финала игры Убрайан таскает защитный костюм, полностью скрывающий лицо, что довольно подозрительно, ведь в первой катсцене он вполне бодро торговал и балом. Если же заморочиться и открыть секретную катсцену, то окажется, что причина его скрытности вовсе не в страхе подхватить вирус, а в том, что он уже давно им заразился. Бедолага превратился в прыгучего, уродливого, лысого черта. И это страшная участь, ведь лекарства нет, а вирус непрерывно мутирует. Ты только представь, как жутко жить, осознавая, что, возможно, завтра ты потеряешь рассудок и превратишься в кровожадную тварь. Или во что-то еще похуже. Искреннее сочувствие вызывает история профессора Шезлока из дополнения к третьему Ведьмаку. Шезлок является одним из лучших специалистов в оккультизме и демонологии, после Костика, как я полагаю. Однажды ему поручили прибыльное дельце выследить некого Гюнтера Дима, а.к. господина Зеркала. Увлеченный профессор столь долго и самоотверженно изучал древние книги, пытаясь найти хотя бы крупицу информации о загадочной личности, что его глаза не выдержали напряжение, погрузив его в кромешную тьму. Тем не менее, он выяснил, что господин Стекло — это древняя сущность, что-то вроде Исполнителя Желаний. Однажды Гюнтер Дим явился к уже слепому Шезлоку и сказал, что польщен вниманием к своей персоне, после чего заключил его в магический круг, покинув Коэ, и Шезлок моментально обретет смерть. В итоге несчастный профессор долгие годы жил внутри круга. Незрячий и обуреваемый страхом скорой гибели, он мучился от постоянных ночных кошмаров, которые вынудили его практически полностью отказаться от сна. Хорошо, что в итоге он всё-таки обрёл покой. И напоследок маленький бонус. Ну, ты же знаешь, как я люблю Сайлент Хилл. Во второй части Тихого Холма Сайлент Хилл представляет собой живой город — ловушку, которая манит к себе людей, совершивших злодеяние. В момент начала сюжетной линии в городе находятся три грешника. Протагонист игры Джеймс, юная девушка Анжела и толстяк Эдзи. Во время своего зауключения Джеймсу не единожды будут встречаться трупы в различных частях города, которые одеты в точности, как он, и это неспроста. На самом деле Сайлент Хилл — это своего рода чистилище. Джеймс давным-давно умер в стенах города, но его душа навечно обречена повторять путь раскаяния. Он вынужден раз за разом убивать свою жену, мучиться от невозможности исправить содеянное. Забывать и вновь начинать петлю ужаса, страданий, боли и одиночества. В туманном городке даже есть его могила, как и остальных участников действа, что лишний раз подтверждает, счастливого финала не будет. Он никогда не обретет покой, и столь печальная судьба во много крат ужасней смерти. Переживать собственную гибель бесчисленное множество раз, не имея возможности разорвать петлю нескончаемых страданий, разве может существовать более жуткая участь? Конечно, я утрирую, ведь Гладос из диалогии Портал не человек, и доподлинно неизвестно, способна ли она испытывать боль. Но удовольствие от пребывания в цикле вечного умирания она точно не испытала. В финале Портал Чео уничтожает коварную суперкомпьютеру, но перед самым забвением поверженная машина обнаруживает в своих недрах скрытую функцию быстрого сохранения. К сожалению, столь полезная программа сыграла с хозяйкой злую шутку, сохранив последние пару минут жизни для дальнейшего анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. Если учитывать, что между концом первой Портал и началом второй прошли десятилетия, то невольно начинаешь сопереживать харизматичные злодейки. Намучилась бедняжка. Люди издавна пытались обрести бессмертие, ведь наша жизнь так хрупка и скоротечна. Смерть домоклого мечом висит над каждым из нас, не позволяя строить долгоидущих планов. И даже более того, отбирает уверенность в завтрашнем дне, ведь он попросту может не наступить. Но кто даст гарантию, что вечная жизнь при особом стечении обстоятельств не обернется для везунчика сущим адом? В игре God of War 2 нетленный титан Прометей, возжелавший помочь роду людскому, понес суровое наказание за свою дерзость. Прометей украл божественный огонь и даровал его людям, чем навлек на себя гнев безумного Зевса, вследствие чего был прикован к скале и обречен на вечные страдания. Каждый божий день по его душу прилетал кровожадный орел. Ненасытная птица заживо съедала печень беспомощного страдальца. В наказание он сделал меня смертным. И вот каждый день эта проклятая птица прилетает, чтобы терзать меня. Но тут то ли переводчики напутали, то ли разработчики облажались. Исходя из древнегреческих мифов, Прометей не делали смертным. Наоборот, как раз таки его бессмертие и позволяло бесконечно исцелять рану, но не избавляло от страшных мучений. К слову, его истязания продолжались на протяжении всего героического века. А это примерно от нескольких столетий до 30 тысяч лет. Бррр, даже представить страшно. Огонь о длиною вечность. Глядя на изуродованные тела бипедальных свиноподобных монстров, обитающих в темных заколуках игры Амнезия Машинфо Пикс, с трудом верятся в то, что эти бедолаги когда-то были людьми. По сути своей свинолюди — это химеры, получившиеся в результате соприкосновения с таинственной машиной и некой субстанцией, способной соединять клетки человека и животного. Для создания данных уродцев чаще всего использовались люди низших сословий. В их тела насильно вводили живой настой Брененбурга и жидкость аргона. Получившийся коктейль обеспечивал стопроцентную суместимость чужеродных тканей, а машина служила катализатором последующих мутаций. В итоге сознание подопытного тускнело, и он все больше утрачивал человеческий вид. Позднее к его телу пришивали свиные конечности и прочий суповой набор, превращая несчастного в обезображенную разъяренную тушу, ведомую самыми примитивными инстинктами. Хаски из вселенной масс-эффект имеют мало схожего с милыми пёселями одноименной породы. Один их вид способен вселить ужас в сердца тех, кто подвергся их яростной атаке. Хаски — это синтетические зомби, созданные из тел представителей различных рас. Для того, чтобы сотворить этих пугающих созданий, прислужникам жнецов требуется собирать тела мёртвых, а чаще всего живых — пленных. После сбора подопытных насаживают на специальное устройство, похожее на кол, именуемое зубами дракона. А далее начинается малоприятный процесс превращения в Хаски. Из тела жертвы удаляют всю воду, а также минеральные и органические вещества. На смену им приходят кибернетические импланты и нанороботы. В результате подобного воздействия представитель любой расы преображается в бездумную машину для убийства, жаждущую лишь одного — уничтожить всех, кто встанет на её пути. В мрачном мире Dragon Age среди непроглядных сырых подземных туннелей таятся зловещие порождения тьмы. Данные созданий не способны к размножению, поэтому они похищают представительниц иных рас и насильно кормят их собственной плотью. После столь экзотической трапезы, приятного кстати, страдалицу обуревает неконтролируемый голод, настолько сильный, что она в беспамястве пожирает себе подобных. В процессе насыщения человеческой плотью происходит бесконтрольная мутация, преображающая тело девушки в причудливую амальгацию человека, осьминога и муравья. Называют подобных тварей матками, и их главной задачей является непрерывное вынашивание теневых выродков. Как же жутко обнаружить себя отрезанным от цивилизации. Стать заложником аномального леса, не выпускающего из своих удушливых объятий тех, кому не посчастливилось забрести на его территорию. Именно в такой ситуации и пребывают персонажи игры Дарквуд. Чем дольше они оставались в плену таинственной чаще, тем быстрее теряли человеческий облик. Но более других видов изменилась улитка. Когда-то это отвратительное создание было человеком, о чем свидетельствует череп, на который будто бы натянутая и гротескная склизкая туловище. Помимо этого, улитка общается с протагонистом о самых обычных житейских вещах. И даже сетует на то, что у него затекли ноги, а руку он и вовсе не чувствует. Из дневника, найденного в доме гигантского моллюска, становится понятно, что тут некогда жил мужчина, вынужденный питаться лягушками, улитками и прочими водными гадами, дабы хоть как-то выжить в отсутствии нормального провианта. Подобная неординарная диета, скорее всего, и стала причиной столь пугающей метаморфозы. Вести жалкое существование в искалеченном немощном теле, беспрекословно подчиняться воле инопланетных захватчиков, подобная участь во много крат страшнее смерти. Трудно поверить, но безвольно изуродованные куски плоти, медленно слоняющиеся по темным коридорам цитадели, известные как сталкеры, некогда были людьми. Что уж тут говорить. Изощренной фантазии ученых Альянса позавидует даже самоискушенный маньяк. Для того, чтобы создать сталкера, квазисветилы межгалактической науки проводят жертвам лоботомию. Затем удаляют органы пищеварения, мышечную ткань, откачивают жировую прослойку, ампутируют конечности, уши, а также половые органы. Далее искалеченную жертву оснащают протезами, лицевой пластиной со встроенным лазерным устройством и отверстием для поступления питательной жидкости. После чего новоиспеченного сталкера обрекают на рабское существование, в роли невольной рабочей силы, моментально исполняющей любые прихоти своих хозяев. Страшная судьба ждала бравых товарищей несокрушимого уничтожителя нацистской нечисти Биджи Бласковица. Вольфенштайн за неода. Игрок волен выбрать, кого из двух сослуживцев Фергюса или Вайта отдать на растерзание безжалостному генералу Черепу. После принятия непростого решения мучитель казнит менее удачливого вояку посредством удаления мозга. В финале игры Бласковицу предстоит сойти с схватки с огромным боевым роботом, который на проверку окажется механической темницей для разума Вайта или Фергюса. После поражения они молят Биджея прервать их мучения, ибо пребывание в бесконтрольном теле холодной железяки куда хуже смерти. Ранее я уже рассказывал вам про незавидную судьбу Гладос, но она хотя бы не мучилась в привычном нам понимании. А вот герои игры Катана Зера в полной мере прочувствовали боль, страх и отчаяние от заключения в бесконечном цикле собственной гибели. По сюжету игры люди, принимающие экспериментальное шириво, известное как Хронос, получают способность управлять временем, обретая при этом физическое бессмертие, но с малюсенькой оговорочкой. Если Хрономану посчастливится умереть аккурат в тот момент, когда действие допинга закончится, тело его завершит свой жизненный цикл, а вот разум навеки попадет в своеобразное чистилище. Там бедолага будет вынужден вечно страдать, раз за разом переживая не самые приятные мгновения своей никчемной жизни. И напоследок пару слов о несчастной судьбе Грея Фокса из игры Metal Gear Solid. Грей Фокс, также известный как Фрэнк Йегер, ребенок войны, с малых лет ему приходилось бороться за собственную жизнь, что в итоге закалило его характер и ожесточило сердце. За свою недолгую жизнь он успел поучаствовать во множестве военных операций и даже стал участником экспериментальной программы по созданию суперсолдат. Но несмотря на нечеловеческую скорость и рефлексы, позволяющие ему отбивать пули мечом, Фрэнк все-таки уступил Солиду Снэйку и, казалось бы, погиб на поле боя, но не тут-то было. Тело Фрэнка буквально собрали по частям, и в течение четырех лет пичкали различными препаратами, разрушающими его сознание. В итоге его искалеченное тело срастили с экзоскелетом, поддерживающим его жизнедеятельность. К тому моменту от личности Фрэнка мало что осталось. Душа его была разрушена, психика повреждена, личность практически полностью стерта. Ни живой и ни мертвый, ни человек и ни машина, лишь пустая оболочка без цели и будущего, продолжающая существовать вопреки здравому смыслу. Такой судьбы и врагу не пожелаешь. Томас Редвуд из игровой серии Пенумбра, более известной как Рыжий, прожил недолгую, но безмерно мучительную жизнь. Томас рос в очень бедной семье, и дабы хоть как-то помочь своей матери, он принимает радикальное решение отправиться на заработки в Гренландию. По прибытию на место 14-летний Рыжий устраивается работать в местную шахту. Спустя пару месяцев ежедневной тяжелой работы в туннеле произошел обвал. Своды рухнули, сделав Рыжего невольным пленником непроглядной подземной темницы. Со временем пресса объявила молодого человека пропавшим без вести, а позже и вовсе погибшим. Но, к сожалению, Томас выжил, и жить ему предстояло долгих 30 лет, полных одиночества и страха. Дабы не умереть с голода, Рыжему приходилось питаться мясом зомби-собак, таящихся в мороке в витиеватых туннелей. Побочным эффектом столь экзотической диеты стало заражение вирусом Турнгайт, который приводил к жутким мутациям и подчинял разум инфицированного воле одноименного древнего духа. Долгие годы одиночества вкупе с продолжительными вирусными видениями постепенно свели Сабжа с ума. Бедолага не единожды пытался закончить свое жалкое существование, но не мог, так как Турнгайт генерировал галлюцинации, не дающие ему завершить начатое. В итоге смерть Рыжему даровал протагонист игры, нажав на кнопку огромного мусоросжигателя в ярком пламени Коева, Томас Редвуд наконец-то обрел желанный покой. Судьбе девушки по имени Альма Вейд, что родом из игровой серии Fear, можно только посочувствовать. Альма Вейд – дочь Элизабет Вейд, погибшей при родах, и у ученого Харлана Вейда, работающего на зловещую корпорацию Armahem Technology. Будто бы в играх бывают другие. Альма появилась на свет с жутким даром. Она могла влиять на сознание, эмоции и восприятие людей. С самого детства малышку мучили кошмары, но вместо того, чтобы помочь дочери обуздать паранормальные силы, папаша года отдает ее на опыты собственным работодателям. В трехлетнем возрасте Альма попадает в проект Paragon. Основной целью Коэла становится выявление как можно большего числа паранормальных способностей. Для достижения цели изуверы не чурались даже самых радикальных методов. К примеру, подвергали ребенка электрошоковой терапии. Когда Альме исполнилось 7 лет, она впала в искусственную кому, вызванную ежедневным приемом препаратов, подавляющих сознание. За время нахождения в вегетативном состоянии, а это примерно 8 лет, Альму успели оплодотворить двумя эмбрионами, основанными на ее ДНК и генетическом коктейле сотрудников корпорации, включая ее папашу. Ой, блядь, какая гадость, какая грязь пошла. И все это ради того, чтобы она родила универсальных солдат-телепатов, подконтрольных Армахем, что, собственно, и произошло. Альма Вейт умерла в возрасте 26 лет. Жизнь ее была взаправду страшнее смерти, но и легкой кончины ей, увы, не досталось. Страдалису отключили от системы жизнеобеспечения, вследствие чего она умирала в муках долгие 6 дней. На этом трагичная история девочки-телепатки не закончилась, но об этом как-нибудь в другой раз. Что может превратить жизнь в сущее наказание, которое во многократ страшнее смерти? На самом деле множество вещей, все зависит от конкретно взятого человека. Для обитателей же мира Дизонард, пожалуй, самой страшной участью считается болезненная метаморфоза в омерзительных плакальщиков. Плакальщиками здесь кличут зараженных крысиной чумой людей, перешедших в последнюю стадию заболевания. В этом состоянии бедолаги испытывают нестерпимую боль, вызванную кровотечением внутренних органов, которые постепенно выходят из строя. Высокой температурой, буквально сжигающей их изнутри, частой рвотой и периодическим кровотечением из глаз. К слову, за обильные кровяные подтеки под глазами их и прозвали плакальщиками. Страдальцы буквально гниют заживо, их разлагающиеся тела непрерывно терзают насекомые, паразиты, крысы, блохи и прочая мерзость, обитающая в сточных водах. Большинство жителей города предпочитает выпилиться, нежели обречь себя, пускай и на краткосрочное, но безмерно мучительное существование. Выводы делайте сами. Яростные срачи о несостоятельности Нила Дракмана как сценариста все еще кипят среди диванных экспертов. Я же, аккуратно переступая всю эту едкую желчь, перейду непосредственно к сути видео. В мире Last of Us господствует кардицепсная церебральная инфекция. Данная пандемия выкосила примерно 60% человечества, превратив их в жутких, омерзительных и крайне заразных тварей. Остальные 40, по-видимому, выкосил я, проходя две части Last of Us. Кардицепс это по сути свой грибок, существующий в реальном мире, правда, поражает он лишь насекомых, так что расслабься. После попадания в организм человека посредством вдыхания спор, например, грибок при помощи кровообращения попадает в головной мозг зараженного и начинает стремительно расти. Первой стадией заражения считается так называемый бегун. В таком состоянии человек не контролирует свои действия и становится чрезвычайно агрессивным, и уже способен распространять заразу через слюну. Следующая стадия, называемая щелкуном, преображает человеческое тело в гротескное создание, лишенное зрения. В этот момент грибок уже полностью контролирует тело и разум человека. Существуют и иные стадии заражения, все зависит от продолжительности. Самое страшное, помимо очевидных болевых ощущений, ну, представь, как через твое тело, нервы, мускулы, глаза и мозг прорастает что-то омерзительное, считается то, что теоретически мозг зараженных может функционировать. То есть он осознает себя, но не может контролировать свое тело. Если это так, то это участь куда хуже смерти. А что, если внутри них люди, пленники в теле, которые перестали их слушаться, вдруг так будет со мной? Нет более страшной судьбы, чем попасть в замок-тюрьму из игры Fear and Hunger. В этом жутком месте, битком набитым холодящими кровь монстрами и поехавшими маньяками-извращенцами, может произойти все, что угодно. В примеру, с первых минут игры бедолага, переступивший порог всей недружелюбной обители, скорее всего подверг национальному харассменту со стороны местного стражника. А здешний доктор, аналог трагера из Outlast, пальчиками отнюдь не ограничивается. А после очередной стычки с монстром повезет, если твой персонаж сохранит хотя бы две ноги. И да, после потери конечности можно продолжить игру. И даже более того, ампутация здесь выступает в качестве лечения ядов, гангрены и так далее. Короче, лучше сразу умереть, чем оказаться в этом аду полном боли, страха и безнадёги. О процессе превращения в строга из игры Квейк 4, более известного как строгофикация, сказано немало, посему вкратце. Строги — это инопланетная раса захватчиков, шедшая по технологическому пути развития. Основной целью строгов является порабощение как можно большего числа планет, так как собственно они мягко скажем проебали. Размножаться посредством старого доброго шпиля Вилли они не могут, поэтому тупо берут пленников, кауят им конскую дозу адреналина, дабы преждевременно ласты не склеили, и по-живому отрезают от них всё лишнее. Если это человек, то ноги, руки, некоторые внутренние органы и часть мозга. Хотя многие ценители трендов, скорее всего, даже бы и не заметили пропажи последнего. После рандеву ржавой пилы и выпирающих частей тела их заменяют на кибернетические импланты, остатки мозга же подвергают тщательной промывке. На выходе же получается солдат, готовый верой и правдой служить своим поработителям. Ну, коли я заговорил о инопланетных захватчиках, грех не упомянуть эволюционный вирус зергов из серии StarCraft. Зерги – воинствующая раса, которая вместо того, чтобы переманивать пленников на свою сторону, предпочитает заражать их вирусом, изменяющим внешний вид, сознание и даже ДНК жертвы. Эволюционный вирус зергов влияет на каждый отдельный вид живых существ по-разному. Но в целом он превращает больного в уродливую мясную чевапчичу, способную при желании взрываться, а кежопа квазифаната ласту фас в момент созерцания очередной повесточки. Причем сознание больного изменяется настолько, что он против собственной воли готов уничтожать представителей своего вида, друзей и даже собственную семью. Под второй частью ролика было множество комментариев в стиле «А где собственная игра? У меня нет рта, но я должен кричать!» Мол, вот там-то судьбы главных героев воистину страшны. Ох уж эти фанаты ББ, я пришлось глянуть его ролик, и я так и не понял, что такого в этой игре-то. Суперкомпьютера уничтожило человечество, оставив живых четырех грешников. Ну да, пытал он их на протяжении 109 лет, но в целом-то ничего необычного. Ну, заставил он каждого пройти через собственные страхи, но, знаете, меня это как-то не впечатлило, я в России живу. Хотя ББ всячески пыжился и пытался уверить меня, что на экране происходит форменная жесть. Хотя вот Бенни, как по мне, досталось более других. Превратиться в уродливого искалеченного примата — это сама по себе незавидная участь. Да ещё и на протяжении века подвергаться изуверским физическим наказаниям, типа ослепления. Такая себе перспективка, знаете ли. Так что за незавидную судьбу Бенни всё-таки зачёт. Антагонистом старинной JRPG Mother Free является паренёк по имени Порки Минч. В начале игры он предстаёт перед игроком в виде ширококосного мальчугана, а в финале в облике дряхлого старикана прикованного к робопауку. Столь причудливая метаморфоза произошла с парнем в средстве неумелого использования машины времени. Да ты только представь, в один момент превратиться в дряхлого старика. Да такое даже в страшном сне не приснится. Но это ещё не всё. После того, как Порки сольёт катку, он, спасая собственную задницу, закроется в абсолютно безопасной капсуле, из которой нет выхода. То есть её нельзя разрушить снаружи и открыть изнутри. Получается, дурачок сам себя обрёк на мучительную смерть в железном циркофаге. И напоследок немножечко Прэй 2007, а точнее трагичной судьбы девушки главного героя по имени Джен. В прологе игры Дженнифер, как и её деда и парня по кличке Томми, похищают пришельцы. Интригующая завязочка её, не правда ли? К слову, о старинной Прэй у меня есть отдельный ролик, чек и подсказку в правом верхнем углу экрана. На протяжении сюжетной линии Томми всеми правдами и неправдами пытается освободить возлюбленную из лап кровожадных пришельцев. В итоге, найдя пассию, его глазам открывается пугающее зрелище. Изуверы срастили не лучшую половину барышни с каким-то омерзительным роботизированным монстром. Джен более не может контролировать тело, но при этом всё осознаёт. Я даже думать не хочу, каково это стать подобным чудовищем, особенно для девушки. Да ещё и против воли пытаться убить любимого человека, а после ещё и умереть от его руки. А ведь ещё говорят, нет повести печальнее на свете, чем повести о Ромео и Джульетте. Ну да, ну да, пошёл я нахер. В шедевральной игре «Ведьмак 3. Дикая охота» наличит множество персонажей, чьей судьбе не позавидуешь. Но бандиту по имени Моркворк не повезло больше других. Во время выполнения квеста в волчьей шкуре Геральт узнает, что Моркворк некогда был ужасным человеком, пиратом и хладнокровным убийцей. Но внезапно его злодеянием пришёл конец, и виной тому послужила верховная жрица Ульвы, наложившая на душегуба страшное многоуровневое проклятие. Произнеся роковые слова «Ты озверел, так останься же зверем навечно», жрица обратила Моркворка в Волкалака. Но помимо внешней метаморфозы, волчара получил бессмертие, и сколько бы охотники не истязали его тело, он возрождался вновь. Помимо этого, бедолага испытывал мучительный голод и жажду, который невозможно было утолить, так как любая пища и даже жидкость при контакте с проклятым превращалась в пепел. «Всё, что я сжираю, превращается в пепел! Я не ем, не пью, но я, сука, ещё живу!» Также Моркворк стал пленником рощи, не имея возможности покинуть импровизированную темницу. Как по мне, обратиться в Волкалака – сама по себе незавидная участь, особенно во времена активности ведьмаков. А уж про перманентный голод, сводящий с ума одиночество и безысходность, а также бесконечные муки от повторяющейся смерти, я вообще молчу. Кстати, у данного квеста есть несколько консолок, и в одной из них выяснится, что жрица была как бы не при делах. Трагичной судьбе протагониста игры Splatterhouse позавидует разве что безумец. По сюжету парнишка по имени Рик вместе со своей девушкой Дженнифер посещает особняк специалиста в области некрологии, дабы взять у него интервью. Мда, Юра, не тем ты занимаешься. Внезапно на сладкую парочку нападает несостоявшийся респондент с демонической шоблой. По итогу конфронтации тяночку похищают, а Рик смертельно опиздюливается. Но перед тем, как отдать богу душу, хитрец успевает заключить договор с таинственной маской. После чего счастливчик по жизни моментально подкачивается к лету и отправляется спасать пассию, ну и заодно устраивать вендетту. А теперь спойлер. В финале ГГ одолеет поехавшего некролога и освободит Дженнифер, но вот маску снять так и не сумеет. Ибо по договору личина анонимуса покинет носителя лишь тот момент, когда барышня будет в полной безопасности. И тут случается... Неожиданный поварок! Оказывается, старикан успел вселить сущность в виде гномиков в тело барышни. И теперь бедолага Рик вместо намеченной свадьбы, рождения спиногрызов и уплачивания ипотеки ближайшие 20 лет, обречен страдать, будучи не в силах спасти возлюбленную и вновь стать нормальным человеком. Незавидная участь Олессы Гелеспи из игровой серии Silent Hill внушает неподдельный ужас. У девочки было мрачное, жестокое и насильственное детство. Её мать была поехавшей культисткой, уверовавшей в то, что её дочери суждено родить бога. Посему Далия регулярно избивала дочурку и запирала её на чердаке, дабы та страдала, накапливая в себе ненависть и боль, необходимую для призыва божества. Олесса была уникальным ребёнком. Она с рождения обладала мощными паранормальными способностями. Коих очень боялись её одноклассники, вследствие чего жестоко булили девчушку, нарекая её ведьмой. И уже этого достаточно, чтобы травмировать слабую детскую психику, вручив ребёнку пышный букет психологических заболеваний и будущих проблем с самооценкой. Но это было лишь начало. Когда Олессе стукнуло 7 лет, безумная мамаша решила провести ритуал призыва тёмного бога, зажива, спалив собственное дитя. К несчастью, мученицу спас мимо проезжающий дальнобойщик Трэвис Грейди. Благодаря вмешательству третьей стороны, Олесса выжила, но получила множественные ожоги третьей и четвёртой степени. И, казалось бы, она не жилец, но бог, заточённый в измученном теле, предательски поддерживал в ней жизнь. В итоге, на протяжении мучительно долгих 7 лет, Олесса была прикована к больничной койке. Каждую минуту она испытывала непрекращающиеся страдания от гноящихся, не заживающих ожогов, не спадающей температуры и разрывающей изнутри нечеловеческой боли, вызванной существом, заточённым в её чреве. Что касаемо Олессы, как ни прискорбно это признавать, но иногда смерть — это акт милосердия и освобождения от боли этого мира. Игра Inside от студии Playdead обладает запутанным, неоднозначным сюжетом, трактовать перипетии Койла можно по-разному. Тут вам и зомбирование людей, и антиутопия, и жуткие эксперименты, короче, чёрт ногу сломит. Эйнивэй, апофеозом за включение главного героя становится лаборатория, в которой ему надлежит освободить омерзительного монстра, состоящего из кучи человеческих тел. Отпустить экспериментальную форму жизни — это полбеды. Хуже то, что аккурат в момент обретения свободы мясная челапчича поглотила мальчонку. И глядя, как это несчастное создание двигается и какие звуки издаёт, становится понятно, что оно взаправду страдает. И я искренне надеюсь, что в финале это гротескное создание погибло, иначе участи главного героя точно не позавидуешь. Судьбу подводного города Восторг из игры Биошок, как собственные его жители, радужно и точно не назовёшь. Местное население мутировало и свихнулось под действием всемогущего вещества, прозванного Адом. Но если большинство людей осознанно принимали чудо-препарат, дарующий сверхсилы, то так называемые маленькие сестрички стали жертвами алчных учёных. Изначально Адом вырабатывали архаичные морские слизняки, но его количество оставляло желать лучшего. Тогда в попытке увеличить выработку вожделенного вещества доктор Тененбаум имплантировал слизняка в человеческий организм, что привело к значительному приросту выработки Адома. В ходе бесчеловечных экспериментов стало очевидно, что больше всего Адома вырабатывают слизняки, вживлённые в тела маленьких девочек. Так на свет появились маленькие сестрички, безвольные девчушки с промытыми мозгами и чудовищной регенерацией, что даровал им слизень. Благодаря внушению девочки не ведают, что творят, перманентно пребывая в эфемерном мире грёз. Тем не менее, это не отменяет страшного факта. У невинных детей отняли детство, превратили в монстров, сломили волю и обрекли на вечное скитание по мёртвому городу. Кстати, о паразитах. В свеженькой игре Resident Evil 8 деревня, мать Миранда, первый носитель плесени Мегамицелия, в тщетной попытке воскресить дочь, погибшей от испанки, проводит ряд бесчеловечных экспериментов. В результате вживления в тела людей плесени и паразита, прозванного впоследствии Каду, на свет появились семи любимая вампирша Леди Фапанеску, криповая кукольница Донна Беневиента, безмерно харизматичный Карл Лепсевич Гайзенберг и омерзительный Сальвадор Моро. Последнему, к слову, не повезло более других, ведь бедолага получился весьма дефектным. После вживления Каду, Моро превратился в гротескное рыбоподобное существо, неспособное сдерживать как собственную трансформацию, так и частые рвотные позывы. Моро явно осознавал собственное уродство, вследствие чего обладал крайне низкой самооценкой и предпочитал вести затворнический образ жизни. Самый уродливый парень на деревне, ни больше, ни меньше. Не издевайся! Не честно! Короче, Моро это типичный продукт неудачного эксперимента. Мерзкий, болезненный, сломленный как физически, так и духовно безвольный мутант, для которого смерть была бы актом милосердия. Спроси меня, что может быть хуже кончины, и я незамедлительно отвечу. Стать пациентом клиники Маунт Мессив из игры Outlast. В стенах данного психиатрического заведения проводились сотни бесчеловечных экспериментов как над телами людей, так и над их разумом. Но самая незавидная участь ждала носителей Волрайдера, существа, созданного из роя нанитов. Бедолаг насильно подвергали процедуре морфогенного кондиционирования, в процессе Коэва жертву погружали в состояние осознанного сна. И сон этот был далеко не радужным. Пациент становился заложником бесконечного болезненного кошмара, граничивого с безумием. Короче, своего рода Цуки Йоми на максималках. Судьба персонажа по имени Разиэль из игровой серии Legacy of Ken's Soul Riva трагично, незавидно и крайне витиевато. Посему опишу её максимально сжато. Ах да, щас спойлеров навалю, осторожно. Некогда Разиэль был лучшим охотником на вампиров, но благодаря временным манипуляциям убил сам себя, после чего был возвращён в жизни тем, на кого охотился. Могущественным вампиром по имени Каин. Возродившись в облике Кровосиси, Разиэль, потерявший память о прежней жизни, верой и правдой, служил Каину, истребляя собственных братьев, то бишь широт человеческий. Но в какой-то момент Разиэль превзошёл своего господина, чем навлёк на себя праведный гнев, вследствие чего лишился крыльев и был приговорён к вечным мукам на дне озера мёртвых. И да, в данной вселенной вода для вампиров – это как карборановая кислота для человека. Спустя тысячу лет мучений Разиэль был спасён древним божеством, но от его физической оболочки мало что осталось. Он превратился в изуродованное создание, ведомое местью и вечным голодом, который могли утолить лишь души живых существ. Далее следуют за правду мозговыносящие сюжетные перипетии, базирующиеся на путешествиях во времени. В финале коих Разиэль ещё раз погибнет и станет заложником судьбоносного меча. Короче, жизнь Разиэль – это самый настоящий ад, полный чёрной иронии, боли и предательства. Если хотите знать более подробную историю данной вселенной, то гляньте вот этот ролик, ссылочка в описании. Достаточно взглянуть на омерзительную внешность Шибита из франшизы Forbidden Siren, дабы прийти к выводу, что лучше сразу в гроб, чем превратиться в одну из этих тварей. Шибита некогда были жителями деревни Хануда, отведавшими плоть погибшего архаичного существа, прилетевшего из космоса. Звучит немножечко бредово, знаю. Но селяне голодали, и, увидев халявную хавку, свалившуюся с неба, уверовали, что боги послали им пищу, дабы спасти от мучительной гибели. В итоге, издыхающее внеземное существо аккурат перед гибелью наложило страшное проклятие на любителей джанк-фуда. В результате страшного колдунства роднеки погибли в жутких мучениях, кроме одной беременной барышни, что раскаялась с содеянным. Раскаялась, а значит была понята и прощена, плюс награждена бессмертием. Впоследствии, вечно молодая девушка год за годом пыталась возродить убиенное инопланетное нечто, что в итоге привело к образованию кошмарной альтернативной реальности. Внутри неё время искажалось, с неба шёл кровавый дождь, а люди превращались в обезображенных шибита, частично помнящих, кем они были раньше. И напоследок, буквально в двух словах, о печальной судьбе Кратоса. Спартанец за свою долгую жизнь успел убить любимую жену и ребёнка, не по собственной воле, конечно. Лишиться любимого брата, прикончить отца, то бишь Зевса, побывать во служении у ненавистных богов, уничтожить целый божественный пантеон, несколько раз умереть и вновь возродиться, свалиться в ад, стать богом войны, совершить самовыпил и так далее. В итоге, живя с постоянными душевными мучениями за совершённые злодеяния, Кратос решает порвать с прошлым. Спартанец бежит к северным берегам Скандинавии, где успевает жениться и обзавестись сыном. К несчастью, жена Кратоса умирает, а местные боги не желают оставлять горе папашу в покое, постоянно напоминая ему о содеянном, тем самым обязывая его оставить мирную жизнь и вновь взяться за оружие. В общем, жизнь Кратоса – это череда боли, мучения, сожалений и бесконечного самобичевания. В предыдущих частях я упоминал оригинальную Фиренхангер, гримдарк РПГ с сильнейшим уклоном в сурвайвл. Попасть в крепость с кишащую поехавшими маньяками, садистами, извращенцами, кровожадными монстрами и архаичными богами – воистину хуже смерти. Однако героев сиквела с припиской термина ждала куда более горестная судьба. Термина по своей сути – это извращенный батл-рояль, устроенный Архером, коварной сущностью, также известный как бог Луны. Архер в свободной от организации турниров время развлекает себя посредством заражения людей лунной болезнью. У бедолаг, страдающих данным недугом, наблюдаются следующие симптомы. Ожоги кожных покров, а также уродливые наросты и рубцы по всему телу. По мере прогрессирования болезни зараженные постепенно теряют человеческий вид, испытывая при этом адские мучения. Кости позвоночника изгибаются под невообразимым углом, череп вытягивается, и это далеко не самое страшное. На последней стадии больные ощущают нестерпимое жжение, вызванное непрерывным движением под кожей, будто бы в недрах их плоти копошатся маленькие насекомые. Как итог, несчастные обращаются в безумных тварей, сохранивших часть воспоминаний и отголоски былой личности. Главные герои, а их тут немало, также подвержены лунной чуме. Со временем каждый участник термина неминуемо трансформируется в кровожадное чудовище, лишь отдаленно напоминающее то, кем оно было раньше. Глядя на то, во что превратились участники кровавого турнира, невольно укореняешься в мысли, что для них смерть была бы более гуманным исходом. В былые годы франшиза Five Nights at Freddy's была объектом интереса фанатиков шизе-теорий и поиска глубинного смысла. Ютубовские теоретики считали святым долгом расщепить на составляющие лихо закрученную сюжетную линию, дабы узнать, кто же совершил злосчастный укус 87, а также узнать, чем же являются пресловутые аниматроники. Сейчас на большинство вопросов даны вполне исчерпывающие ответы. Ни для кого не секрет, что самые первые аниматроники, ныне нареченные классическими, на самом деле не простые куклы, а одержимые душами мертвых детишек антропоморфные кровожадные киборги-убийцы. Уильям Афтон, он же центральный злодей Маниичио, приговорил, а после поместил тела юных жертв в аниматронные темницы. Так смерть стала для них лишь началом бесконечных мучений. Представь, каково это оказаться запертым в искусственном теле, неспособным что-либо чувствовать. Кроме, пожалуй, что неутихающей жажды мести, выжигающей огнем измученную неокрепшую душу. К слову, Бальдер из God of War в силу неспособности что-либо чувствовать чуть кукухой не поехал, а тут дети. Я ничего не ощущаю! Ну это, конечно, печально. Это печально. Кстати, самого Афтона ждал не менее трагический жребий. Спасая свою жалкую шкуру, он по дурости залез внутрь старинного аниматроника, вследствие чего был раздавлен внутренними механизмами. И по делам ему... Подавляющее большинство картин Гигера из Деслава Бексински, образами коих вдохновлялись разработчики сурвайвл-хоррора Скорн, можно описать одной емкой фразой «Судьбы хуже смерти». Оттого и неудивительно, что игра, воплотившая мрачные работы великих художников, живой, дышащий, липкий и сюрреалистический мир, кишит существами, для которых смерть – наивысшее благо. Сюжет Скорн, ведь и в ад таинственен и переполнен визуальным повествованием. В игре два протагониста, судьбам коих не позавидуешь. Первого в финале пролога ждет пугающее превращение в паразита, чей дизайн порадует всякого любителя боди-хорроров. Ебать, какой-то полурак, полухуй. А второму предстоит уживаться с первым, причем буквально. В определенный момент новоиспеченное существо соединится со вторым протагонистом, образуя псевдо-взаимовыгодный симбиоз. Однако со временем станет очевидно, что незваный жилец стремится захватить контроль над телом и разумом носителя, медленно, но верно превращая его в нечто иное. Перед развязкой истории зараженный при помощи хирургических манипуляций избавится от внутреннего прихлебателя, но, к несчастью, ненадолго. Я точно не знаю, к чему конкретно стремился инопланетный бедолага, но добраться до цели ему было не суждено. Глист-переросток, воспользовавшись бессилием бывшего носителя, принудительно ассимилирует бедолагу, превращая его в гротескную кучу живой плоти, не способной к передвижению. Происходящее в Скорн можно трактовать по-разному, тем не менее очевидно одно – то, с каким рвением инопланетянин сопротивлялся обращению в статичный мясной полип, сигнализирует о том, что такую судьбу и врагу не пожелаешь. Ритуал удушения из серии сурвайвал-хорроров Fatal Frame – это бесчеловечный обряд, проводимый раз в 10 лет для запечатывания адских врат. Для этой цели избирается девушка, наделенная особой силой, после чего в кавычках «счастливица» изолируется в подвале особняка Химура на добрые 10 лет, дабы подготовиться к роли служительницы святилища веревок. По истечению срока преисполнившуюся в собственном познании девушку привязывают веревками к механизму, похожему на классическую дыбу, и живьем разрывают на части, а кровавленные веревки, оставшиеся после церемонии, кладут перед инфернальными вратами во избежание их открытия и как следствие проникновения злых духов в наш мир. Думаешь, 10 лет заточения и жестокая средневековая казнь хуже смерти? Подумай еще раз. Ведь ритуал Кирии Химура, одной из служительниц, провалился, Чтобы удержать нечисть, ей пришлось приковать себя к адским вратам, тем самым несчастная обрекла себя на десятилетия одиночества, боли, ужаса и невыносимой агонии. Бертрам Пидмонд из игры Бенди и чернильная машина, создатель парка развлечений Бенди Лэнд и менеджер студии Джоуи Дрю. Работяги, как и многим другим персонажам, не повезло, его превратили в монстра, а точнее в причудливый механизм с элементами боди-хоррора. Тело Бертрама соединили с осьминогоподобным аттракционом, а его переполненное ужасом и страданиями лицо можно увидеть в центре вращающейся конструкции. Превратиться в мыслящий аттракцион без возможности освободиться звучит как не самая позитивная и перспективная жизнь. Говоря начистоту, практически все фаталити, продемонстрированные во франшизе Мортал Комбат, хуже смерти. Значительно хуже. Однако, насколько бы жутким и бесчеловечным не было добивания, оно неминуемо заканчивается гибелью. Разве что Фаталити Фрост в фильм-версии Саб-Зиро киборга из клана Линквей обрекает противника на вечные муки. Одержав победу, Фрост замораживает тело визави, после чего наносит точный удар, разрушающий кости и плоть, но при этом сохраняющий мозг и часть позвоночного столба нетронутым. Далее останки жертвы забираются специальным дроном и отправляются на фабрику по производству киберниндзя. По сути, поверженный боец становится заложником и даже более того, безвольной марионеткой Линквей, без какой-либо возможности обрести свободу и вернуть собственное тело и прежнюю жизнь. Спроси геймера, а не хочет ли он оказаться внутри компьютерной игры? И с большой долей вероятности услышишь. Конечно же да, ведь игры круче реального мира. А между тем, это не самая здравая идея. Иммоджинирую, каково это стать жителем Ернама, или же приехать в Раккун-Сити в не самое удачное время. Вот то-то же. Лучше уж 30-летнюю ипотеку выплачивать, чем по подвалам от зомби и чудовищ ныкаться. В симуляторе свиданий Доки Доки Литературный клуб монстров нет. Ну, разве что кроме Моники, персонажа школьной новеллы, сумевшая обрести самосознание и контроль над всем, что ее окружает. Моника – это буквально бог своего мира. Бог, но явно не счастливый. Девушка заперта в искусственном мире, без возможности покинуть незримую темницу. При этом она чрезвычайно одинока, ведь кроме нее настоящих личностей внутри симуляции нет. Все вокруг лишь ее игрушки, лишенные собственной воли. Перспектива стать жертвой маньяка и быть подвешенным на огромном мясницком крюке – малоприятная. И тем не менее, это не самое жуткое, что может случиться с персонажами асимметричного многопользовательского сурвайву-хоррора Dead by Daylight. Быть может, ты удивишься, но у догонялок с различными маньяками есть какой-никакой лор. Все выжившие, а также душегубы застряли в лимбе – этакой инфернальной петле, созданной древней сущностью. Неведомая хтонь питается страхом и другими негативными эмоциями людей, и голодать ей явно не приходится. Жертвы раз за разом испытывают нечеловеческий ужас, попадая в лапы безжалостных маньяков. Умирают мучительной смертью, подпитывают сущность и вновь возрождаются, чтобы начать бесконечный кровавый цикл. Говорят, что двум смертям не бывать, а одной не миновать. Но только не в мире Dead by Daylight. Здесь страдальцы погибают и возрождаются вновь и вновь, день за днём, год за годом и так целую вечность. В прошлых частях я затрагивал трагическую судьбу Алессы из оригинальной Silent Hill. Однако вторая часть туманной серии продемонстрировала игрокам, что стать жертвой поехавших культистов – это далеко не худшая участь. В сиквеле Silent Hill представляет собой таинственное место, влекущее людей, совершивших тяжкие злодеяния. Попадая в туманную темницу, люди остаются в ней навсегда, подвергаясь изощрённым мучениям, созданным самим городом, специально для них. Пленники Тихого Холма раз за разом погружаются в болезненные, пугающие и доставляющие душевные муки моменты своей жизни. Если придерживаться каноничной концовки в воде, именно такой статус ей дали авторы, то Silent Hill никто из героев так и не покинул. Джеймс и остальные бедолаги обречены на вечные мучения, без возможности на искупление. Из личного ада нет выхода, как и надежды закончить страдания, ведь смерть для них – недопустимая роскошь. Сюжетная линия Аэрогалика Returnal – плодотворная почва для самых смелых теорий, догадок и кривотолков. На деле же не столь важно, чем же на самом деле является планета Аторпас, на которую прибыла героиня Селена. Разумным чистилищем или инопланетным существом, устанавливающим ментальную связь с прибывшими людьми. Может так статься, что события игры – это лишь сон собаки, или же шизоидные видения, сидящие на алкоголе и таблеточках протагонистки, испытывающие вину за смерть собственного ребенка. Любая трактовка имеет право на существование, так как ни одна из них не отменяет и ни в коем случае не облегчает участь, на которую была обречена Селена. Во время пребывания на Аторпасе девушка умрет и вновь возродится сотни, а то и тысячи раз. Кроме тела, Аторпас терзает и разум героини, доставая из недосознания самые неприятные воспоминания и материализуя их в физические объекты, или же превращая знакомые образы в холодящих кровь монстров. Порцию олдскульного боди-хоррора хотите? Протагонист игры Де Уз, что выходила на Мегадрайв, доктор Кейн, работал исследователем в крупной химической корпорации. Однажды любопытный работяга свонул нос куда не следовало. Нарыв в секретных документах плана заражения мировых источников питьевой воды каким-то вирусом. Зачем? Ну, ясное дело, чтобы продавать людишкам противоядие по заоблачным ценам. Ничего личного, просто бизнес. Кейн, будучи благородным человеком, хотел помешать коварным планам работодателей, но не успел. В кабинет ворвался директор корпорации Зла в сопровождении крепких бодигардов. Любопытную Варвару скрутили и вкололи экспериментальный вирус под действием Коева Кейн моментально утратил человеческий облик, превратившись в слизистого омерзительного зеленого монстра. Жесть, как она есть, а мы ведь в это в детстве играли. Все полезные ссылочки на Бусти, Телегу и мой второй киноканал ждут тебя в описании под видео. Низкий поклон Бусти спонсорам и донаторам на стримах, особенно актету героев, оформивших подписку на Бусти уровня транжира. Алексей Головырцев, Гвин Пин, Сотелы, Вайс Драгон Куки, Ред Бер, Алекс Фаван и Степан Ледженд. Парни, огромное спасибо за поддержку.